Александр, привези нам что-то побюджетнее, но все так же качественнее. Панель у вас должна быть мобильная на стойке. Потом фоточки пришлите, мы поглядим поржом. Я не знаю, для меня это загадка, а лучше вообще шуруповерт. Оп! Лайфхак от Александра. Сорян, что так подробно. Так, погнали за панелью. Привет, друзья! Ничего не стоит на месте. Именно с этих слов хочу начать сегодняшний разговор. А все почему? Дело в том, что я сегодня вам предлагаю посмотреть обзор на интерактивную панель. Но сам в голове понимаю, что мы уже три раза его снимали. И вы спросите, типа там что, они хуже стали? Или почему вообще? Зачем еще это нам снимать? Мы те-то еще купить не успели. На самом деле все просто. Ценник на те панели вырос, потому что они почувствовали все силы. Я понимаю, что не все учреждения могут себе позволить. И клиенты мои об этом и говорят. И говорят, Александр, привези нам что-то побюджетнее, но все так же качественнее. И классно, что я наконец-то познакомился с ребятами, которые официально в Россию завезли панели. Лицензировали их таким образом, что они сейчас считаются российскими. То есть там прям сложная процедура. Но эти панели зарегистрированы. А раз они прошли эту процедуру, то мы с вами понимаем, что в целом, значит, эти панели толковые. Потому что всякую ерунду никто регистрировать не будет. Это первое. Второе. Панель необычной белого цвета. Я хочу вам показать, потому что многие думают об интерьерах. И кому-то всегда хотелось именно беленькую. На белом меньше смотрится грязь. Точнее ее видно. А к тому же эти панели обладают всеми преимуществами тех панелей, которые я показывал ранее. Но дешевле в нашей ситуации. И это классно, потому что все больше и больше, чем на заведении, смогут на них перейти. Как всегда я говорю, что покупаем панель, приобретаем мобильную стойку. Если такой у вас нет. Первая панель у вас должна быть мобильная на стойке. Которую вы будете перевозить с места на место. Тем самым любой педагог сможет ее использовать для своих целей. А далее хоть к стене ее прикручивайте. Хоть гвоздями куда хотите приколачивайте. Благо они антивандальны. Потом фоточки пришлите, мы поглядим поржом. Важно, что еще, друзья. Поскольку панели эти уже в продаже. У них появился положительный опыт. Поэтому я вам хочу их показать. Но есть ряд вопросов касаемо сборки стойки. Это единственное, что там нужно собирать. Вот этой мобильной. И я его сниму для вас специально. Потому что инструкция подробная на русском языке, которая написана. Почему-то не во всех руках по ней получается что-то собрать. Я не знаю, для меня это загадка. Но я вас и ваши проблемы погружаться не буду. Я просто сделаю то, что я могу. На видео сниму стойку. Вдруг это кому-то будет полезно. С вас лайк, подписка. И погнали собирать. Ну что, друзья. Содержимое коробки нам необходимо собрать в одну единую конструкцию. Напоминаю, что здесь есть инструкция. И, собственно, несмотря на это видео, теоретически вы все соберете. Но давайте вместе с вами займемся этим увлекательным занятием. Ну что, на первом этапе нам с вами необходимо соединить станину. То есть это основание, с которым мы будем работать. Для этого берем вот эту трубу профильную. И соединяем с колесной базой. Колеса уже прикручены, но не затянуты. Друзья, у вас есть вот такая портянка с винтиками. Видите, они все подписаны. Важно, смотрите в инструкции букву, которая символизирует тот или иной размер болтиков. И, собственно, их используйте. У вас также есть ключик для затяжки колес. И еще один ключик, который вам поможет закрутить болты. Важно, что отвертки в комплекте нет крестовой. Но у нас есть шуруповерт. А у вас есть здравый смысл. Что-нибудь придумайте. Погнали собирать. Для этого мы соединяем станину. Видите, все вошло. Далее смотрим в инструкцию. Я как будто посмотрел. И там написано, Александр, возьми S. S-очка размер у нас такой. И соедини со станиной. Куда мы, собственно, с вами будем соединять. Показываю. Сейчас попробую поднять. Это тяжелая штука. Вот так. Здесь у нас с вами есть 4 отверстия. В них мы и закручиваем. Заходить, возможно, в некоторых станинах заходит все легко. В некоторых сложно. А здесь я рекомендую сделать простой ход. Как бы лайфхак от Александра. Берем шуруповерт. Берем один болт. И прогоняем по всей резьбе. Вот здесь, видите, от руки закручивается. А в прошлую я собирал. Приходилось шуруповертом заранее прогнать. Вот здесь я вижу, что проблем у меня не будет. Поэтому я от руки закручу. А дальше затяну, используя ключ. Смотрим. Итак, друзья. Станина у нас собрана. Колеса подтянуты. Все хорошо. Следующий этап. Это, собственно, зафиксировать вот такие трубы. Которые у нас очень тяжелые. И они, смотрите внимание, имеют регулировку по высоте. Как это делается? Поднимаем вот этот винтик. И у нас внутренняя труба поднимается. Или опускается в зависимости от того, чего вы хотите сделать. Как располагать эту трубу? Вот сейчас станина смотрит на вас. Это можно понять по длинным частям к вам направленными. То есть у нас такая трапеция образовывается. Так вот эту трубу мы вставляем следующим образом. Кабель-канал, который идет внизу, он смотрит к стене, как будет стоять. А пластина для фиксации полки, она смотрит друг на друга. То есть две трубы, когда мы поставим вместе, должны смотреть друг на дружку, потому что в эти отверстия будет закручиваться специальный кронштейн. Вот так это делается. Вставили. Раз. Далее берем следующую. Ой, они тяжелые, друзья. Выдвинули на одну. Вставили. Два. И снизу необходимо прикрутить. Прикручиваем мы снизу на болты R. Для этого открываем соответствующий кармашек. Все, используем далее шуруповер, потому что уже стало удобно подлазить. Погнали. Итак, друзья. Теперь уже у нас стойка больше похожа на стойку. Напоминаю, для регулировки мы поднимаем вот эти клапаны, я не знаю, хронштейны. И вот так регулируем. До щелчка. Хоп, зафиксировали. Хоп, зафиксировали. Здесь есть кабель-каналы. Стойка классная. Главное, вовремя проведите провода. Вот когда у вас удобно стойка расположена, самое время их проводить. Взяли от интерактивной панели, снизу завели, ну или повыше, и протащили. Здесь вытянули. Пока у вас трубы находятся в сложенном состоянии, часть кабель-каналов, они закрыты. Ну, они фиксируются самой трубой. Дальше. Следующий этап у нас с вами такой. Нам необходимо обеспечить жесткость конструкции. Это делается с помощью вот таких, опять же, кронштейнов. Верхний кронштейн у нас имеет, точнее, не имеет отверстий, в отличие от нижнего. Потому что на нижней мы фиксируем еще и полку. И это сразу ответ. Потому что, если вы посмотрите внимательно, то здесь у нас два отверстия, здесь четыре. Там, где четыре отверстия, это лицевая сторона. К ней фиксируется полка. Не к стену полка смотрит, а на вас. Сорян, что так подробно. Но что-нибудь пропущу. Скажете, что так плохо объясняешь. Подробно объясняю. Соответственно, нам с вами, опять же, важно расположить их на свои места. А верхний кронштейн имеет здесь более красивый вид, нежели с обратным. Соответственно, там, где больше нравится, так и фиксируем. Более красивым видом. Все. Дальше берем для верхнего волтики В, а для нижнего – W. Ну и, собственно, прикручиваем. На самом деле, нижний не обязательно прикручивать, поскольку это полкодержатель. Я буду клиентам своим полку устанавливать. Если вы не хотите, то у вас и так конструкция жесткая, ничего никуда не денется, можете не крепить. Сами уже решите. Но я делаю. И, кстати, здесь нам понадобится обычная крестовая отвертка, которой нет в комплекте. Напоминаю об этом. Чтобы вы потом не удивлялись. Вдруг на какое-то мероприятие приедете. Извините. Прямо из коробки. И не сможете собрать, потому что подумали, что все у вас есть по инструментам. Так. Фиксируем. Закручивать здесь не очень удобно. Надо длинную отвертку. Но у меня длинные биты у шуруповерта. Я не затягиваю, пока наживляю. Потом отверткой протяну, чтобы не сорвать. Ну и, собственно, полкодержатель. История та же. Сделали. Следующий шаг. Это монтаж направляющий для подвешивания интерактивной панели. Здесь маленький нюанс. Друзья. Большинство панелей, которые мы продаем, уже идет с настенным кронштейном. Таким образом, нам необходимо первое, что будет сделать, после того, как мы смонтируем сюда эту направляющую с телевизора, снять штатный кронштейн для подвешивания и прикрутить тот, что идет в комплекте именно с этой стойкой. Пожалуйста, не пытайтесь полениться и использовать те. Там совершенно другая ширина, и у вас это дорогостоящее оборудование улетит на пол. Никому этого не хочется, потому что упадет оно не куда-нибудь, а на ваши ноги. Здоровье стоит очень дорого нынче. Поэтому, пожалуйста, не ленимся. Лучше мы один раз с вами посмотрим этот видеоролик. Напишем в комментариях, какие мы молодцы, что вам помогаем. Нежели потом будем в гипсе кусать локти. Погнали продолжать. Ну что, друзья. Теоретически все у нас собрано. Осталось только навесить интерактивную панель. Расскажу про кронштейны, которые идут в комплекте. Они имеют регулировку наклона. Ослабляете винтики и, собственно, регулируете. Но здесь есть вот такой болт. Часто спрашивают, что это за болт. Рассказываю. Смотрите. Здесь у нас кронштейн имеет направляющий. Вот мы повесили с вами. И пока этот болт не выкрутим, я думаю, все догадаются. Собственно, у нас панель не сядет на свое место. Вот так оставлять нельзя. Любой ребенок подошел, ударил, и у нас все полетело вниз. Поэтому мы с вами откручиваем до того момента, пока у нас кронштейн не провалится. Все. Далее важно, не ленитесь. Я понимаю, что панель висит. Ну, на самом деле, что она висит, мы ее отодвинем. Это я с настенным кронштейном путаю. Там часто не закручивают. Руку просунули, закрутили. Все. Теперь у нас эта панель никуда не денется. Даже если она вот так болтается, как непонятно что, она уже не улетит. Потому что они имеют определенную ширину, зафиксированную на панели. И даже если кто-то сдвинет, то ничего у вас не упадет. Вы увидите, что у вас сдвинуто, и имеет смысл все это дело поправить. Поэтому это важно, это безопасность. Пожалуйста, закручивайте нижние вот эти болтики. Или передайте тем, кто у вас это делает. Точно так же на лицевой части кронштейна есть отверстие. Большое количество. Это не вентиляционное отверстие. Это для того, чтобы вы регулировали гибко по высоте. В зависимости от того, какой диагонали у вас телевизор. Напоминаю, телевизор или интерактивная панель. Стойка рассчитана до 100 килограмм. Касаемо это. Наша самая большая панель, сейчас я вам продемонстрирую 65-ю, она весит 60 килограмм. Запас прочности у нас с вами есть. Поэтому эти стоечки так и популярны. Потому что цена-качество, как мы с вами любим. Ну что, друзья, вот так легко и просто собирается эта стойка. Почему у вас не получается? Ну, потому что опыта, наверное, маловато. Я ее собираю достаточно часто, поэтому тут налайте. Классно, что инструменты есть, отвертки нет. Поэтому в голове держим, что классно было бы ее с собой брать. А лучше вообще шуруповерт. А лучше это поручить папочкам, которые под вашим чутким руководством все это дело соберут. И вроде как и сами не сильно устали. Вот такой вам намек. Давайте перейдем к самим панелям. Я их приготовил для вас две штуки. И мы посмотрим на большую, на маленькую. И, наконец-то, поймем, где какие использовать. И как эта вся история выглядит. Такие дела. Погнали! Ну что, друзья. Собственно, панели у нас уже висят, как и должно быть. И я хотел вам показать, собственно, тот кронштейн, который вы получаете прямо вместе с панелью. Он уже прикручен. Вам остается только зафиксировать, сняв его предварительно с этих кронштейнов. Причем анкерные болты тоже у вас идут в комплекте. Поэтому вам не нужно вообще заморачиваться. А в нашем случае это уходит просто на хранение в количестве двух штук. Потому что две панели. Смекаете? Ну что у нас, друзья, с вами первое включение. Давайте посмотрим, как это выглядит. Я, с вашего позволения, пленочку снимать не буду. Вот, кстати, регулировка по углу. Ну, сейчас, поскольку я ничего не затягивал именно на кронштейнах, потому что мы это еще будем перевозить, он и шевелится. А в целом панель XL 65 дюймов, а за ней вы видите 75 дюймов. В нашей студии, друзья, мало места. Сейчас его вообще не осталось. Но, чтобы вы понимали, и Сергей мне не даст соврать, и по весу, и по диагонали 65 и 75. Это прямо очень сильно отличается. Далее, собственно, что у нас ожидает на борту? Здесь у нас нет сейчас ОПСника, то есть отдельного компьютера. Хотя он в комплекте, ну, точнее, к клиенту мы его приобрели. Здесь Android классический, с которым мы можем работать, взаимодействовать и решать здесь и сейчас уже какие-то функции. Можно дополнительно установить камеру. Кронштейн сверху есть, она устанавливается. Либо стоковая, либо хотите купить USB, подкинете, все у вас прекрасно заработает. Давайте попробуем, потыкаем. Время стоит сейчас неправильно. Это вывод изображения. Выбираем из большого количества, что нам нужно. Далее, в комплектации есть стилусы. Стилусы хранятся прямо на самой панели. Классическое это вызываем доску. И, собственно, все мы знаем, что на доске можно рисовать. У нас с вами есть большое количество касаний. Но этим уже никого не удивишь. То есть сейчас панели в минималке, да, это от 10 касаний. Изображение разрешения 4К, антивандальное стекло. То есть это все база, которая есть здесь. Белый цвет. Тут каждый решит из вас, нравится ему или нет. Мне нравится. Смотрится утонченно. Ничего лишнего. Пыль будет незаметна. Но, опять же, за панелью надо следить. Потому что в выключенном состоянии, если вы не следите уже за пылью, и у вас будет заляпанная вся лицевая часть. Поэтому, ну, в чем не вас учить, господи. Далее. Что у нас с вами есть? Можно блокировать, можно выводить изображение, можно работать с классом. Можно ставить на паузу. То есть это все просто. Можно выводить изображение с телефонов. Это название, собственно, данной панели. Когда установите приложение на телефон, его введете, если вы находитесь в одной сети, все у вас получится. Работаем напрямую с интернетом. И все у нас с вами будет получаться. Здорово, здорово. Важно, что, напоминаю, данная панель сейчас считается произведенной в России. Соответственно, эти панели совсем недавно продаются. Главная боль у нас ушла. Какая главная боль в том, что панель продали, поддержка у нее закончилась. Почему? Ну, потому что раньше об этом никто не задумывался. Дай бог панель купить. А уж что там будет внутри, мы не думаем. Здесь весь софт будет обновляться. Потому что поставщик кто? Хороший парень, который только завезли эти панели. И сейчас как раз-таки предлагают нам с вами порадовать наших детей и новыми современными средствами обучения. То есть все, что есть, вы можете посмотреть. К интернету мы сейчас не подключаем. Важно, я хочу еще одну функцию показать вам, потому что грузить характеристиками обычных педагогов смысла нет. Внизу, в описании к видео, я вам их и так перечислю. Точно так же, как и дам обязательную инструкцию по монтажу вот этой стоечки. Все вы там найдете. Не переживайте. С точки зрения практики применения, хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Все задают вопрос, какую диагональ панели нам выбрать. Есть один простой слайд, который вам поможет. На этом слайде видно пропорцию экрана и размер группы, с которой вы будете использовать. Я этим слайдом пользуюсь, не знаю, откуда он взялся. Мне нравится. Как бы никогда никто не жаловался после того, как мы внедряли на основе него. Есть, конечно, санпины и там что-то. Но по интерактивным системам проще посмотреть на эту картинку. И, конечно же, если вы хотите посмотреть, как пропорционально выглядит на фоне ребенка эта панель, сейчас мы позовем Даню, ведь он оказался случайным образом в нашем офисе. Ну что, друзья, мы имеем, собственно, Даниил, 6 лет. Вот такой росточек. Дань, попробуй поработать с доской. Ну что, друзья, это панель 65 дюймов. Сейчас включим 75 дюймов, посмотрите, какого размера она. Ребенок просит поставить лайк. Ну что, друзья, теперь у нас панель 75 дюймов. Попросим Даню зайти в кадр. Данил, вот он появился. Давай покажи, как ты себя чувствуешь с этим размером панели. Докуда достаешь максимум? Все, да? Ну-ка, стилус, который идет в комплекте. Две штуки. Ну, то есть мы понимаем с вами размер панели. Ну что, друзья, 75 дюймов. Понятно, что я в целом с ней работать могу, когда она находится вот на таком расстоянии. Мне вполне комфортно, но будет выше висеть уже неудобно. Плюс она много весит. В каждый кабинет приобретать смысла нет. Данная панель приобретена в актовый зал, поэтому диагональ хорошая. Что еще хочу показать вам. Вы увидели по соотношению к ребенку. Мы понимаем, что в принципе в длину 3-4 ребенка у нас уместится. Другое дело, чтобы было какое-то предложение, с которым бы они взаимодействовали. То есть везде мы смотрим зерно рациональности. Нашли, приобрели. Просто так мы ничего не делаем. Друзья, перед тем, как подводить итоги, я попрошу Данила выйти из кадра. Но перед этим вы обязательно поставите ему за работу лайк. Как считаешь, подписку еще нужно оформить, чтобы Даня был довольный. А как ему можно отказать? Пока. Ну что, друзья, подводим итоги. Я вам показал две панели. Наконец-то они у меня в одном помещении от одного производителя. И вы как-то в рамках нашей студии смогли увидеть именно пропорциональное отношение одной к другой. Данил вам продемонстрировал именно на какой панели он может работать. И вы просто в голове примите решение, стоит приобретать 75-ю диагональ или 65-ю. Меньше диагонали приобретаются очень редко в учебных заведениях. Поэтому мы вам их и не показываем. Да, они у нас и не появляются. Потому что нужно приобретать на перспективу. Поэтому я рекомендую брать именно такие комплектации. Убеждать каждого в том, что это лучшее решение я не буду. Тут уже вопрос в доверии. Хочу обратить ваше внимание, что... Откройте описание к этому видео. Увидите актуальные модели. Увидите всю необходимую информацию. И уже примите решение именно осознанно. Если вы постоянно работаете с операционной системой Windows, то вы можете подключить любой ноутбук, который у вас есть. Но я рекомендую приобретать OPS-ник. Особенно если это где-то часто используемое решение, то оно просто вам будет облегчать работу. Потому что часто бывает, принесли ноутбук, там вирусы, еще что-то непонятное. И вдруг не запустилось. OPS-ник туда встраивается. Вы про него вообще забудете, что он есть. Именно удобство вот этого совмещения, оно откроет вам новые возможности. Ну и как всегда, с вами был Александр. Канал «Есть вопросы». Обязательно напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу, какие диагонали вы используете, из какого вы учреждения. Нам интересно всегда познакомиться с новыми людьми, почитать ваше мнение. До новых встреч и пока-пока!